Приветствую вас. Как мне видится, вашу проблему можно разделить на две основные части. Первое, это то, что собственно происходило и происходит с вами до сих пор. И второе, это все-таки отношения с вашим молодым человеком. Ну, во-первых, во-первых, и это нужно очень четко понимать, значит, почему вы так себя вообще ставите, так себя позиционируете, что вы чуть ли не самая плохая, что вы чуть ли не самая ужасная. Почему вы, откуда у вас взялось вот это вот представление о себе? Кто вам его, это представление о себе, внушил? Потому что вы говорите, что вы очень педементичны, что вы неуверенно смотрите на мир, что у вас много фобий и так далее. Также вы говорите о том, что вы ревновали, ну и ревнуете, значит, своего мужчину. А ревность – это эгоизм, ревность – это неуверенность в себе, ревность – это отсутствие личностного роста. Именно у вас отсутствие личностного роста. То есть, я бы хотел, чтобы вы вот этот момент для себя прояснили, откуда такое у вас отношение к себе, кем оно было определено, кем оно было выработано, и что заставляет вас так о себе думать на данный момент. Сейчас. Далее. Вы наблюдаетесь, как вы говорите, в тепле, в ласке и так далее. И ищете, значит, ну, для этого вы ищете людей, которые смогут вам это дать. И здесь нужно сказать сразу, что для того, чтобы такая ситуация больше не происходила. А, смотрите, вас не остановило от того, чтобы изменить даже болезнь вашего любимого человека. И вместо того, чтобы ему сразу признаться, вы еще какое-то время агрессировали на него, какое-то время вы еще злились на него, по сути дела переносля на него свой негатив. вот. Значит, вам нужно с этими моментами разобраться. Хотя бы для себя, потому что это очень важно. Это очень важно. И далее вам необходим личный рост, чтобы свои комплексы, свои сомнения в себе, свои страхи, фобии, если они у вас есть, кстати говоря, откуда вы знаете, что у вас фобия, и почему вы смотрите на мир пессимистично. это то, что вообще нужно отдельно с вами разбирать. Вот. Далее. После того, как у вас будет осуществлен личностный рост, можно говорить о выстраивании нового типа отношений с мужчинами, с людьми вообще, в которых вы не выступали бы как независимый человек, а позиционировали бы себя как равнобранного, независимого партнера. Без этого элемента, без этого аспекта невозможно выстраивать нормальные отношения. И даже говоря, необходимая работа над вашими детско-родительскими отношениями, необходимая работа над самооценкой, над уважением в себе, над уверенностью в себе, над уверенностью в себе. А вы не уверены в себе, это очевидно. И после этого у вас фоном, фоном, я не скажу, действительным фоном, будет развиваться та модель поведения с мужчинами, которые уже напрямую зависит от вас. Напрямую является проявлением вас не искаженным, а настоящим. Вот это ключевой момент. Что касается человека, любимого. Вас мучает чувство вины. Я понимаю, почему оно вас мучает, я понимаю, что вам тяжело, я понимаю, что вы как бы, ну, испытываете чувство вины и так далее, но во-первых, сейчас, общаясь с ним, вы причиняете ему только боль. Сейчас, общаясь с ним, вы напоминаете только лишь ему о себе. И этим еще больше ухудшаете его здоровье. Если вы действительно хотите сделать для своего любимого что-то хорошее, его пока действительно на время стоит его отпустить. Пока действительно на время стоит его освободить от вас и позволить ему побыть без вас, чтобы как-то все-таки восстановиться после того, что произошло. Чтобы спокойно вылечиться, чтобы спокойно реабилитироваться и потом идти к нему вернуться для того, чтобы хотя бы просто общаться с ним. Если вы учтете мои комментарии, то полагаю, что вопрос связанный с тем для чего вам человек, как вы будете выстраивать с ним взаимоотношения уже будучи обновленным, на тот момент представляется неактуально. Но вот это все вам нужно сделать. И только так вы сможете достойно выйти из этой ситуации. Поймите, поймите, что вам видеть себя в принципе не за что. У вас есть потребности. эти потребности нужно удовлетворять. Да, вы делали это неправильно. Попредности свои вы удовлетворяли неправильно. это определенно. Но теперь когда вы обратили мамаш славец к психологу, именно психолог поможет вам реализовывать свои потребности правильно, чтобы при этом вы не предавали себя и не причиняли боль другим. согласитесь, это справедливо. Ну, по меньшей мере, по меньшей мере справедливо. На этом, пожалуй, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам, если какие-то дополнительные вопросы у вас остались. Буду рад помочь. пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!